С нами на связи по скайпу Рината Усатый, председатель нашей партии. Господин Усатый, вы на этой неделе в интервью телеканалу «Россия-24» сделали много громких заявлений. Понятно, по всем вашим выступлениям, понятно, что ваш главный клиент – это господин Плохотнюк, но заявление вы сделали интересное по поводу Петра Порошенко, президента Украины. Вы утверждаете, что Петр Порошенко подконтролен Владу Плохотнюку. Мы шантажируем Владом Плохотнюком. Понимаете, со стороны это может выглядеть уже некой обсессией с вашей стороны. Вот папочка под названием Петр Порошенко. Я начну с одного документа, который я хочу, чтобы вы видели все, что является прямым доказательством того, что Плохотнюк сегодня в состоянии шантажировать и руководить Петром Порошенко, нынешним президентом Украины. Значит, в моих руках находится копия документа. Значит, называется это «Ордонанса уничтожения Кижеттаун 1 октября 2012 года». То есть, 1 октября какого года? 2012. 2012. Да. Кто контролировал Генеральную прокуратуру и в 9, и в 10, и в 11, и в 12, и сегодня в 2017, никому объяснять в стране не надо. Даже школьники знают, что прокуратуру контролируют Плохотнюк. Надеюсь, здесь сомнений у кого не будет. Значит, у меня копия «Ордонанса», в которой четко написано о том, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, а именно некий Петру Матан и очень много других персонажей, которые перечислять сейчас не буду, создали ряд ОПГ, организованных преступных групп, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год, ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищение. Написано о том, что есть подозрение и в участии в убийстве, вернее, не в участии в организации убийства СДП родного брата, Михаила Порошенко. Значит, это я все опубликую. Секунду, чтобы я закончил. Вот смотрите, что происходит. Они пишут о том, что было возбуждено порядка 40 уголовных дел. Здесь масса фактур. Значит, копии платежек подписаны Петром Порошенко, его покойным братом, их молдавскими бизнес-партнерами и так далее, и так далее. Какая-то переписка лично Порошенко. Что важно, что прокурор Лилиан Рудей 1 октября 2012 года значит, объединяет все эти дела в одном. И в конце пишет. То есть, не прекратить уголовное преследование, а суспентария это приостановить. То есть, они все дела объединили в одном, они приостанавливают уголовное расследование, потому что не установлено лицо, кому можно предъявить обвинение. А здесь Порошенко на каждой странице. Его компании, которые участвовали в приватизации. Каким прокурором, можете сказать, каким прокурором подписана эта ордонанса? Значит, под подпись прокурора стоит Лилиан Рудей. Значит, еще раз. 1 октября 2012 года. Это документ о приостановлении уголовного преследования в отношении групп организованных лиц. Руководил, которыми руководил Петр Порошенко. Дальше я начинаю разбираться. История для меня на самом деле старая. Вы знаете, меня всегда интересовал вопрос, почему Порошенко слушается Плохотнюка? А такую информацию я получал от ребят из СБУ Украины. Все помнят ту историю, когда российские пранкеры по телефону пошутили над президентом Тимофти, Балановым министром внутренних дел. Вся страна это слышала. Когда им предложили незаконно меня задержать в Одессе, нужно туда отправить людей и так далее, молдаване проклотить все это. Потом история с экстрадицией Платон. Нет решения апелляционной палаты. Я понимал, что должно быть что-то, чего Порошенко очень боится. Потому что просто так выполнять какие-то просьбы команды Плохотнюка, нелегального, я не говорю про просьбы. Я не говорю про сотрудничество между двумя странами. Значит, получается, есть какая-то обязаловка. Порошенко перед Плохотнюком. Я слышал очень много раз о том, что у Порошенко был бизнес-магазин «Детский мир», интересы совместной с Плохотнюком. Что он был акционером нашей шоколадной фабрики «Куриня». Что он в свое время также пытался удержать стеколь. Ну вот как-то слышал и слышал. Когда я получил часть уголовных дел, когда я почитал определенные записки, которые писали в холоде до 2004 года, да, где пишут... Кстати, у меня вопрос к Плохотнюку. Есть в Молдаве такой модерн, есть, насколько я понимаю, известно, в том числе в коме. Вот Михаила Порошенко, брата Петра Порошенко... И ведь Порошенко говорит, что брат его погиб в ДТП, и очень много информации об этом написано в украинских СМИ. Но полицейские молдавские, которые те годы работали, они говорят, Ренат, его мертвые привезли в Кишинев, в Скипп, и не было никакого ДТП, кто там утопили, и в это время его сопровождал некий гражданин Петрова, Петру Мадан, Стелла Пахоми. Но у вас, кроме того, что вам рассказывали полицейские, есть еще какие-то доказательства в этом отношении? Послушайте, я просто дополнил, я же говорю, имея документы, где написано... Вот тут же куча фактур подписанных и Михаилом Порошенко, и Петром. Порошенко в интервью я нашел в Ютубе, говорит, что у меня не было бизнес в Молдаве, это был бизнес... Все эти документы я представлю. Просто мне сейчас вам надо по одному листать... А я правильно понимаю, это документы из тех уголовных дел, которые были возбуждены ранее Молдавской прокуратурой? С 1996 по 2004 год, совершенно верно. А что было с 2004 по 2012 год, в котором было приостановлено это расследование? В одной пояснительной записке, так я понимаю, она просто не в очень хорошем качестве, но это записка, скорее всего, нашего СИБа. То есть я продолжаю работать в этом направлении. Они пишут, что Порошенко в 2004 году стал секретарем Совета безопасности Украины, стал ответственным за Приднестровье с украинской стороны. Я нашел подтверждение этой информации в интернете. И он тогда Воронину поставил условие, вы давай прекращайте все эти байки в Молдаве, иначе нам как-то надо сотрудничать. Что происходит после этого? Есть также ортунансы о том, что все дела забрали в МВД и передали в Центр по борьбе с коррупцией. Понимаете? Это мы говорим опять же про 2004 год. Дальше были попытки все это развалить. Было очень много судов, согласно копии документов. Этого Петру Матану подавали в розы. Также замылили одно очень резонансное дело по убийству Молдави. Все телеканалы, я помню, я тогда был студентом, показывали убийство ценной семьи в Кишиневе, у которой владели магазином Иоланта, не магазином, а парикмахерская Иоланта, возле румынского посольства. Были акционерами Джемини или Букурье. Найдите сюжет, Наталья, это очень важно, извините, потому что здесь речь идет об очень серьезных обвинениях. Здесь это написано, что Константин Шупарский, который отказался продать Порошенко свои акции, вот к ним домой приехал почему-то житель Белгорода-Днестровского, вот этой молдавской семьи, убил топором мужа, жену и дочь наследничества. И через короткое время Петр Алексеевич становится акцией этой семьи. Я хочу понять, вот это вы сейчас то, что рассказываете, это из материалов уголовного дела, которые у вас есть в наличии? Из материалов уголовных дел и некоторые пояснительные записки, как я понимаю, Владимиру Николаевичу Воронину. Вот Владимир Воронин вообще много может рассказать про эту историю, извините. А как вам попали материалы уголовного дела, уголовных дел? Так же, как и попало все остальное. Послушайте, есть люди сегодня в стране, которые не согласны с тем, что покрывается тот или иной правовой беспредел. Вы утверждаете, что тем самым господин Плохотнюк шантажирует господина Порошенко, и поэтому мы можем наблюдать последние несколько лет очень благоприятные отношения. Совершенно верно. Плюс я подумал еще раз, я нашел в интернете все заявления Порошенко о его бизнесе в Молдове, вообще о его отношении к Молдове и так далее. Он там от всего открещивается, отказывается. Это был не мой брат, это был бизнес моего покойного брата. А я же вижу на платежках, у меня есть расписки, у меня есть копии. Я же очень много материалов... Если господин Порошенко на вас подаст в суд, допустим, допустим, ну об этом, конечно, можно мечтать, это для вас был бы самый лучший пиар-подарок, но если вдруг на вас подадут в суд за клевету, вы готовы будете все эти доказательства предъявить? Во-первых, я их предъявлю без того, чтобы он подавал в суд. Я же это не делаю для пиара. Раз, два. Мне не важно, что думает Порошенко и Плохотнюк. Для меня важно, что в Молдове сменится режим, Плохотнюк уйдет на свалку истории, и мы Порошенко привлечем к уголовной ответственности в Молдове. Мне это важно. Мне не важно сегодня, что Петя там герой Майдана, что Петя там великий проамериканский. И для меня сегодня Петр Порошенко – это тот преступник, который в том числе на территории Молдовы украинцев разбирается по внутренним делам сами. В Молдове он был замешан. В убийствах, в хищениях, в мошенничестве и так далее. Где четко полицейские пишут, ущерб только связанный с Букурией, там сумма ущерба порядка 60 миллионов лет, а по тому курсу. Что означает приостановление уголовного дела? – Приостановление – это значит, что вот Плохотнюк может проснуться с утра не в очень хорошем настроении. Или наоборот, в очень хорошем. И такой просто берет телефон, зовет Харунжина и говорит «Да, ты батайку Порошенко, Майдепартик. Кам Спарту, Рытуки, Маким». Вот что значит приостановлено. Если то, что вы говорите по поводу уголовных дел, в которых фигурирует господин Порошенко, если вы говорите, что это правда, если то, что вы говорите является правдой, то на ваш взгляд, сколько таких Порошенко вообще существует? Ну, если это такой классический способ шантажировать. – Знаете, я не могу сказать, сколько сегодня Порошенко. Я могу сказать, что сегодня Плохотнюк и Порошенко один правый сапог, второй левый, которые друг друга подтирают. Понимаете, если один попадет в болото. Вот это я четко говорю. Плюс еще раз, все, что я вам сказал, 85-90% – это документы. Остальное я вот сегодня пытаюсь наладить с украинскими журналистами, с представителями украинских спецслужб. Потому что мне нужно это доработать, да? Потому что есть вещи, которые, например, у меня тут еще готовят, но я не хочу вам сейчас говорить, может, позвонить в Порошенко, скажет, посмотри, что творит тусатый мораль, и они завтра будут зачищаться и уничтожат определенную фактуру. Поэтому я ее хочу все получить, потом выйду красиво на большом экране, экран будет 4 на 4 метра, надо здесь 10 на 10. Все аккуратно выложить, красиво, с объяснениями, понимаете? Вот это ситуация. То, что он сегодня его покрывает, смотрите, еще один важный момент. Но вы понимаете, что вы выдвинули очень серьезное обвинение в адрес президента Украины. Еще раз, это обвинение в адрес и президента Украины, и Плохотнюка, потому что один совершил преступление, второй его покрывает, понимаете? Сегодня они соучастники. Человек, который сегодня покрывает преступника, вот Плохотнюк покрывает, пытается там увильнуть сторону от покушения на горбунцев в лонах. ответит. Все эти его писатели, мыслители, философы, они далеко. Теперь, внимание, секундочку на экран. Вот что происходит, чтобы было понятно, например, как сегодня украинский Интерпол работает на Плохотнюка. Кстати, я много раз говорил о том, что Плохотнюк находится под мониторингом, есть уголовные дела в разных странах, и в том числе вы несколько разных. Покажу фактуру. Я говорил о том, что пока идут определенные документы, показывать не обязательно. Сейчас, секунду. Секунду. Так. Что вы хотите показать сейчас? Я хочу показать документы, подтверждающие, как украинский Интерпол продает за деньги Плохотнюку информацию. Ну, вернее, платят там его клерки так, потому что, как вы понимаете, Плохотнюк, имея Порошенко в кармане, должен это получать бесплатно, но какие-то деньги все-таки тут на уровне этих спекулянтов. Курируйте. Сейчас, секунду. Ну, я думаю, что вам достанется за ваше заявление, господин Усатый. Послушайте, после того, как меня хотели украсть, меня хотели ликвидировать, после того, как пытаются уничтожить всех связанных со мной людей, пытаются выявить всех тех, кто мне помогает, еще раз, послушайте, у меня есть девиз. Жизнь – сила в правде. Правда на одна, понимаете? Она по-любому восторжествует. Я останусь, пусть даже в истории, но я останусь как человек, который боролся со всей этой куматреей и молдавской, и украинско-молдавской, и так далее, понимаете? Поэтому что значит достанется? Да, сегодня достанется мне, потом должно достаться им, понимаете? Потому что... Так, сейчас я вот... Ну, понимаете, господин Усатый, что все те методы, которые вы описываете, вы их знаете не понаслышке, они очень похожи на методы бандитские. И вы это рассказываете... Ну, вообще, вот все, что происходит, вот даже на уровне покупки информации в Интерполе, закрытие по заказу уголовных дел и так далее. Это бандитские методы. И последний раз, когда был у вас в студии, вы мне задали последний вопрос, кстати, я тогда был в Молдове. Скажите, Молдова является захваченным государством? Да. Можно ли сегодня в стране навести порядок с законными, нормальными, там, демократическими выборами и так далее? Мне бы спросили, бандитское государство. Я вам сказал, да. Да, они все бандиты. И сегодня все преступления, которые он в свое время совершил, он сегодня хочет их на... Я просто что хотела спросить, господин Усатый. Просто эти методы вам настолько близки, вы так... Вот вы со знанием дела рассказываете об этом всем. Я не могу понять, почему. Потому что вы тоже являетесь частью этой культуры. Или просто у вас агентурная сеть очень большая. Я не могу понять, откуда вы так близко и так хорошо знаете, как эти ребята работают. Послушайте, я всегда говорил вам, когда вы, в том числе у вас в студии, некоторые ваши коллеги меня обвиняли в контактах с российскими спецслужбами, я говорил, что если надо, я буду говорить и с МОСАДом, и с румынским сырои. И сегодня есть нормальные люди в СБУ Украины, которые не согласны с тем, что происходит. Так что, то, что они сегодня хотят добиться, чтобы в стране был порядок, и сегодня они хотят, чтобы определенные, неопределенные, а преступления, совершенные конкретно тем или иным лицом, чтобы эта фактура всплыла наружу. Это является преступлением, так по-вашему? Нет, я вам просто задаю вопросы, господин Усатый. Я ничего здесь не читаю в этой программе. Я предлагаю вам пока вы ищите документы, украинского Интерпола, уйти на короткую рекламную паузу, мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, продолжаем говорить с председателем нашей партии, Ренатом Усатым, по скайпу. Господин Усатый, во время до паузы сказали, что предоставите нам документ, подтверждающий тот факт, что украинский Интерпол что делает? Украинский Интерпол незаконно передает Плохотнюку информацию в связи с статусом самого Плохотнюка в Интерполе. Вот я, например, сегодня фигурирую в базе Интерпола по запросу молдавской стороны, где они пишут, что мы подозреваем Усатого, в том-то и так далее. Сегодня я считаю это политическим преследом, у меня есть доказательства. Затем мы пропускаем. Но вот что сегодня, в каком статусе Плохотнюк находится в Интерполе. Ведь об этом многие говорят, что он замешан в разных преступлениях в разных странах, кто-то его сутенером называл. У меня, например, не было такой фактуры. Но вот увидев определенной бумаги, она появилась и прольет свет на то, что значит это переписка в Блэкбери, в Блэкбери, между сообщниками Плохотнюка, Горбунцов и их командой люди, да? Так. Вот это переписка в Блэкбери, да? Между ними. Значит, это они тут пишут про меня, это пропускаем. Так. Что-то тут на балакчи жалуются. Вот, кстати, они обсуждают. Ну, эту переписку вы уже опубликовывали, господин Усатый. Нет, я это не опубликовал. Секундочку. Я знаю, что я опубликовал, что... Так, вот сейчас они дойдут до момента. Меня документы интересуют. Секунду, вот, сейчас. Значит, это мне делать задним числом экспертизу какую-то в Украине. Так. Так, это... Вот. Утром должны проверить информацию по клиенту. По клиенту это они про Плохотнюка говорят, да? Значит, вот, вы видите, тут мелко, как бы, не особо видно, и тут несколько, ну, копий документов. Файлов, да. Файлов, да? Вот сейчас мы их увеличим, чтобы было получше видно. Вот и верхние файлы ниже. Вот верхний, это... Это фотография экрана сотрудника украинского Интерпола. И не просто сотрудника, а начальника Национального бюро Интерпола Украины, которого зовут Васил Неволь. А сейчас я вам его покажу. Вот. Видите, про Плохотнюка они пишут. Секунду. Клиент в базе... Меня мало интересует, как он выглядит, потому что я не думаю, что это релевантно. Документ покажите. Сталь, ну подождите, ну. Клиент в базе проходит по двум делам. Одно по отмыванию денег. Последнее изменение в 2012 году, инициатор Рим. Это, помните, был скандал в парламенте по поводу Плохотнюка. Последнее изменение в 2016. Значит, вот. И по трафику людей. Сейчас вот сам документ. Секунду. Вот в крупном. Так. Так. Так, вот он документ. Вот вам видно, смотрите. Вот. Это база Интерпола. Да? Вот вам видно. Username, password. Username это Васил Неволь. То есть, для того, чтобы проверить человека, если он просто в Интерполе, как бы заходить в базу не надо. А если ты хочешь открыть файл человека, который уже находится в Интерполе. Хорошо. Что в этих файлах? Значит, в этом файле. Здесь несколько файлов переданы этому, переданы Плохотнюку от этого Васила Неволе. Значит, вот смотрите. Значит, вот файл, показывающий статус Плохотнюка в Интерполе. Куда он попал по поручению NCB Вена, Австрия. Значит, NCB это Национальное бюро Интерпола Австрии. Где Плохотнюк был выставлен, значит, в 2014 году. Вот, Афен Скоттс. В чем он обвиняет? Вот, пожалуйста, human trafficking. Внизу criminal организация на соседней школе. Послушай, но это мониторинг. Речь идет о мониторинге. Да, секундочку. Но его мониторят не из-за того, что он захватил или не захватил Молдавию. Из-за того, что он законно сажает Петренко с усатыми или незаконно. Его мониторят. Хорошо. А вы можете мне объяснить, пожалуйста, почему копия этого документа такого плохого качества? Потому что, допустим, можно спокойно предположить, что это фотошоп? Нет, послушайте. Во-первых, оно увеличено. Видите? Это раз. Во-вторых, вот видите такие протертые, ну вот размазанность некоторых полосок. Это говорит о том, что я проводил тут определенную экспертизу и мне просто посоветовали, чтобы не было таких дефектов этому Василу Неволе, начальнику Украинского бюро Интерпола, подарить хороший принтер за тысячу долларов, чтобы у нас больше не было таких погрешностей. То есть, это проблема не во мне, проблема в принтере начальника Интерпола Украины, которым это слил. Мало того, значит, так, это у нас австрийский. Видите, вверху есть апдейт. То есть, 2014 год, 2014 год, мониторинг по делу о... Human Trafficking Criminal Organization Group. Далее смотрите вверху. Трафик людей и организованная преступная группировка. Преступная организация, да. Дальше смотрите, вверху написано, в верхнем правом углу написано, файл last update, значит, 19.06.2016. То есть, получается, это говорит о том, что 19 июня 2016 года, это, считайте, год назад, да, ну, прошлым летом, файл был обновлен. То есть, вопросы к товарищу Плохотнику именно по подозрению в этих преступлениях остались. Господин Усаты, но смотрите, секундочку. Это все понятно, но понимаете, что если сейчас поискать в файлах Интерпола на вас, там тоже будет написано, только вместо Вены будет Молдова, будет Кишинев, и будет написано покушение на убийство человека, к примеру. Наталья, послушайте, правильно, секундочку, сейчас. А вы утверждаете, что вы этого не делали, поэтому наличие... Наталья, Наталья, подождите, вы сравниваете сегодня правоохранительные органы Австрии и Италии с молдавским МВД и прокуратурой? Ну, это как бы, ну, я вам скажу, очень серьезное заявление с вашей стороны, вы бы еще туда добавили бы Скоттланд-Ярд, МИ-6, там ФБР и так далее. Послушайте, эти карманники-воришки, которые сегодня на подсосе у Плохотнюка и в МВД, и в прокуратуре и так далее, вы не сравниваете их обвинение? Вот если бы я был под мониторингом... Но я все-таки хочу, чтобы вы выражались более культурно, пожалуйста. Ваша мама наверняка смотрит программу, она расстроится. Я очень культурно уважаюсь, просто... Послушайте, секунду, значит, вот сейчас я вам покажу, как они... Хорошо, зачем украинская сторона, по вашим словам, люди из украинского Интерпола передавали эти документы Молдову? Секунду, сейчас отвечу. Вы видите экран, да? Вижу. Значит, это уже управление по борьбе с коррупцией. Там у них, кстати, был вопрос, что в моем фильме это был, значит, здесь НСА, значит, там было другое название, они тут это и обсуждают. Что за управление по борьбе с коррупцией? Вот, пожалуйста, смотрите. National Crime Agency, да? Ну, Великобритания, Лондон. Это что-то вроде нашего национального антикоррупционного центра, да? Это управление по борьбе с оргпреступностью именно. То есть не... Значит, вот это, вот вы видите, молдавские прокуроры передают бандитам, в том числе, копии комиссии Ругатори, ну, то есть то, что они запрашивали в Англии по мне, да? Смотрите дальше, что им пишут англичане. Вот написано, значит, что вот Горбунцов, смотрите внимательно. Мистер Горбунцов was shot by Виталия Прока, там, тогда-то, тогда-то. Значит, смотрите дальше, интересно. В октябре 16-го года, ну, получается, тогда, когда молдаване устроили за мной охоту, Горбунцов пожаловался, ну, как бы, то есть, что киллер Виталий Прока работал по заказу усадков. Это после того, как его навестили, Кавка, Люки, когда они фотографировались перед молдавском посольством в Лондон-Итанале. Смотрите, что написано ниже, внимательно. Значит, вот, старое название СОКО, новое это НСА, но это то же самое управление. Вот, внимательно, вы же по-английски читаете, слава богу. Понимаете? Не изменения, не changing, а deletion. Ну, поздоровьте. Удаление. Да, то есть, удаление, понимаете? Значит, дальше они, эти же украинцы, продают уже информацию, в том числе, и Горбунцову. Как я их и вычислил, что это их общий, как бы...